Просторные, светлые, игровые, уютные спальни, спортзал, музыкальная комната, оснащенные всем необходимым, полностью готовы к работе. Глава округа Андрей Иванов посетил новый детский сад номер 67 в Гусарской балладе, проверил завершенность подготовительных процессов и пообщался с родителями и коллективом воспитателей. Должна быть обстановка такой семейной, а может быть даже лучше, чем дома, потому что там куча проблем у родителей, нервов, сложности и стесненные условия, зачастую в квартирах, а в детском саду, просто для детей и рай они, конечно, должны сюда стремиться лежать каждый день и играть, и развлекаться, и получать это тепло и позитив от всех, кто здесь работает. Из запланированных 400 мест на сегодняшний день сад посещают порядка 100 малышей в возрасте от 2 до 7 лет. В перспективе появятся ясельные группы. До 1 марта дети проходят период адаптации. Учреждение работает в режиме кратковременного пребывания. С 1 марта мы планируем открыть максимальное количество групп, поскольку они будут работать уже в 12-часовом режиме, и это будет уже, ребята будут получать питание. На встрече с вновь сложившимся педагогическим коллективом Андрей Иванов поблагодарил воспитателей за их труд и энтузиазм. Всего за 8 дней работы они уже сумели добиться расположения детей и родителей. Самый главный показатель, если ребенок все идет с удовольствием, значит, тут все. Дочка стала самым лучшим садом. Вся мебель, вот эти цвета, выбранные дизайнерами, подобранные, они очень располагают к правильному развитию детей. Открытие детского сада повысит уровень комфорта проживания молодых семей в микрорайоне. До этого многие были вынуждены возить своих малышей в другие районы города. Дискомфорт испытывали не только родители дошколят, но и воспитатели. Жительница гусарской баллады Ольга Кравченко до этого времени ежедневно ездила на работу в Трехгорку. Теперь трудоустроилась по соседству с домом. Я уверена, что этот замечательный детский сад еще не одно поколение воспитает именно тех детей, именно то общество, которое, наверное, принесет пользу огромную нашему государству.